приветствую вас мои уважаемые собеседники редкие но прекрасные дамы сегодня я вас знакомлю с новостями отвечаю на ваши вопросы ну и какие-то мои такие реплики касающиеся творческой жизни канала во первых строках своего письма я бы хотел от души поздравить стаса из профсоюза 90-х закончилась публикация на платформе бусте всех четырех серий ребята южного бронгса или настоящая история ореховского пг что ж стас и обращаюсь ко всем сомневающим сомневающимся прекрасная работа прекрасная профессиональная работа вот такие бы документальные видео фильмы нам видеть на центральных каналах нашего телевидения браво посмотрел с огромно с огромным интересом и всем рекомендую кстати о кино давеча прочитал наконец-то первоисточник однажды в америке прочитал значит потому что то ли мариэль то ли тимофею кому-то я сказал что я не разделяю восторгов общих по вот этому знаменитому бестселлеру кинофильму однажды в америке потому что он слишком длинный это ни хера не понимают что они там перемудрили блин на это самое кто такой этот потерпевший там куда он пошел не понимаю сел один раз значит там на третий на четвертый раз решил посмотреть вот сначала до конца так слишком муторно так вот я вам хочу сказать что в книге все гораздо проще и безусловно фильм снят по мотивам не более того то есть книга это просто вот и история четырех громил такой гангстерской семьи чтобы понимали что вот этот макс которого в одна фильме сыграл джеймс вудс он не остается живым он гибнет при ограблении когда их там лапша значит подсветил и поэтому никаких заморочек в книге нет то есть обыкновенная заурядная книга также хочу коротко поделиться с вами своими впечатлениями значит месяц назад или когда значит вижу противостояние я офигеть противостояние будем смотреть да мы посмотрели но дело в том что и я естественно мариэль рассказал предысторию появление этого ремейка а там в чем суть да те кто постарше они наверняка знают что предыдущие противостояния первый фильм снят 40 лет назад там вот эта пара преступник следователь бы было значит хосподи выпало из головы это ротов болтнев значит болтнев против олега басилашвили в новом фильме значит преступник гуськов и ловит его вдовиченков и это тот случай когда фильм значительно слабее первоисточника а мне понравился когда мы когда мы читали противостояние юлиана семенова читали моего в лагерях там вот в журналах приходила там частями понимаете образ кротова завораживал тогда таких преступников не знали он казался совершенным монстром этакие энтони хопкинс доктор лектор и я вам напоминаю я в книге в своей в той части где касается лагеря подробно описываю когда вышло это противостояние там первую вторую серию посмотрели а потом мисс мусора начали бегать и выдергивать штыкера не давать смотреть это противостояние потому что слишком уж там у юлиана семенова кротов напугал ментов и не давали смотреть но там понятное дело нашлись тут же умельцы которые все подсоединили шнырей ставили на таз смотрели но при этом смотрели как сидят люди которые там больше там пакет из кулька семечек там в жизни не украли а сидят там смотрят на подготовленного диверсанта абвера и там черт галимый ну кто так делает а лошара ну спонтану для них там угонять самолет это как как за здравствуй дурдом конечно и в первом в первой экранизации там убрали сцену угона самолета чтобы ну опять чтобы не создавать прецедент чтобы не показывать что это возможно кротова взяли когда он проходил там через рамку или там рамок тогда не было но очень понятно при посадке его взяли тем самым загубив замечательный момент когда значит эти менты чекисты подготовили запасной аэродром переоделись там какой-то там значит импортный камуфляж и на выходе кротову дают закурить пачку мальбора и он читает на пачке made in кишинев полива ну значит и что нам показал новый фильм вы знаете он не лучше он не хуже старше старого он такой же я не знаю зачем его было снимать я-то ожидал что будет больше секс pistols будет больше потому что кротов там использовал женщин в своих значит преступлениях что будет больше насилия больше такого экшена нет это такое же вот вялое тягучие расследование о котором было интересно читать но сейчас это не интересно смотреть когда мы там знаем там этот македонский там лёша солдат саша солдат что там нам этот кротов в общем не очень я понял и и каш меня больше всего меня насмешила идея константин эрнст в чем упу идея это состояла в том что надо по новой снять блин дурдом ну в общем скажем так такое таким вот событием таким событием этот фильм в моей жизни не стал так ребята моя шпаргалочка мой старый собеседник алексей малуев и человек под ником троица интересуется что за фильм в котором я снимаюсь ребят но это такая безделица на дело в том что меня нашла девушка женщина которая была последним директором от москино легендарной невы и вот там мы с ней получается не виделись там порядка там я не знаю 11 12 лет настя макарцева получается что все это время она там заканчивала какие-то вот эти киношные институты то есть пошла не по такой бюрократической чиновничной линия пошла по творческой части и вот надумалась не снимать карактометражку до этого у нее был только документальный фильм то есть это ее дебют и такая михао петрович у меня есть роль для вас все и там не то что роль для она для меня это я не знаю то ли она все это время как-то подсматривала в хорошем смысле за моей жизнью в общем это фильм о том как есть там прощалыга сотрудник музея там этнокультуры и так далее которые подрабатывают изображают из себя шамана и на него вышел рецидивист который захотел стать писателем чтобы он ему наколол наколдовал это творческого вдохновения но оказывается одно это настины заморочки что и серии за все надо платить оказывается это далеко не шутки и оказывается что вместе вот с этим колдовством на из этого шамана уходит жизнь вот а я чё я как герасим на все согласен как не породить родному человеку приезжайте снимайте ну единственное конечно диалоги все исправил потому что они писали их так чисто как лампофарики как они себе представляют как блатные разговаривают меня каждый все исправил в общем целый день снимали вот вы видели отрывки там видели фотографии но сейчас они изменили сценарий и там половину будут переснимать на медни приедут во вторник по моему и конечно как говорится меня терзают смутные сомнения не знаю что из этого получится но повторяюсь меня не убудет такой момент что вам еще хочу сказать из книжных новинок вот мне привез лобанов лагерная тема пустячок для вечной жизни тюремно-лагерные были и вот история преступности на вот это господи в общем с этой просто познакомиться это типа на рецензию вот править да сейчас я дочитываю социалистский специалист криса нормана и после возьмусь за это фильм а за на эти книги если они будут того достойны и мы продолжим свою работу накопится ваши вопросы по творческой части мы даже до возобновления основной деятельности все равно выпустим такую творческую еще одну видажку чтобы вы от нас не отвыкали ну а сейчас а не очень приятном событии я имею ввиду господа с вашего разрешения тысячи извинений взбодрюсь мне парни совершенно не понравилась ваша жесткая реакция на клип моего доброго знакомого олега белгородского самое главное нам она мне непонятно вы как с цепи сорвались парни но человек старался но надо быть добрее и вообще творческий подход такой хороший но что вы совсем ну нельзя такими злыми бы значит что увидел там я почему я посчитал нужным выложить этот клип на нашем канале потому что мне понравился если бы мне не понравился я бы его не выложил на первом мне понравилась там аллюзия к аркадию северному к алине красной то есть да может быть это было немножко так прямолинейно сделано и так далее но человек пытается человек стремится уже это достойно одобрение второй момент я увидел там серьезные вложения то есть это достаточно такая серьезная работа опять же это заслуживает внимание еще я хочу даже перед своими ну не перед своими я имею ввиду перед тем кто так негативно отною отнесся к этому клипу извиниться дело в том что олег не пересылал по ватсапу этот клип и оказывается ватсап схряпал две минуты ну потому он получился достаточно длинным минут 5 мне и в голову не пришло что там 7 минут я думал кончилось и кончилось а там еще две минуты в том числе шикарная сцена как герою клипа олегу белгородскому как к нему там значит пришли там спортсмены и он там что-то рамс им раскидывает хорошая сцена к сожалению не вошла вот и вот начинается там обувь не то рожи не те кстати в клипе снимались парни из бойцовского питерского клуба так что на эти это нога у кого надо нога там рожи как раз то что надо значит и дальше пошло опять же совершенно мне непонятно я понимаю что сейчас вас разогревает наше телевидение с этими мигрантами и скажем так под под этим там есть чему разогреваться но клип ты здесь причем там началось там рожи там не русские там в этом клипе снялся один казах и один грек все остальные наши русаки где вы там где вам там приснились не русские рожи и как я понимаю что все нагрелись на название но не все тем кому не понравился эта песня этот клип салам братва ну конечно честно говоря соглашусь олег несколько не под не подрасчитал с названием видимо может быть в белгороде нет такой проблемы не было сейчас там другие проблемы но значит может быть когда писалась эта песня и записывался клип там нет таких мигрантских проблем и он не подумал об этом но по-любому ну нельзя вместе с водой выплескивать ребенка ребята не превращайтесь фашистов мы но не мы а я надеюсь что это писали вменяемые здравые русские националисты а вот подобная реакция на слово салам это ну ребят это это уже за гранью я никогда с этим не соглашусь потому что мой друз мой близкий друг калики казах есть мой добрый знакомый которого я бесконечно уважаю заур зугумов дагестанец тазобедренные мне прекрасно сделал так что я и с прыгалками прыгаю на велосипеде качаю катаюсь ясер магомедович сирийц по моему шикарный врач мы несколько человек к нему рекомендовали и остались довольны да я уж не говорю что моя любимая супруга прямо скажем далеко не славянка между прочим на гагаузском стиле это привет силе там да в общем ребята это тот случай когда вы меня раздосадовали клип этот я конечно поставлю в описании к этому видео потому что не знаю youtube что сменил гнев на милость сейчас довольно много людей подписываются может быть многие не понимают о чем я сейчас говорю посмотрите этот клип с учетом что двух минут не хватает вот мы сейчас допустим да берем эту творческую паузу и вот я завершают со всеми долгами как говорится разделываюсь как это как в лагере пишут на свободе на свободу с чистой совестью и без долгов и допустим если бы знакомые шансонщики давали бы мне свои клипы я бы так размещал чтобы так что называется жизнь там поддерживать на канале но вот извините я не знаю мне не настолько я не настолько близко знаком с олегом не знаю он читает ваши отзывы или нет но знаете вот так почитаешь чай почитает и заречется что-то публиковать на канале были такие просто были на столько негатива вы на него вылили будьте добрее ребята и у нас через десять дней видашка с ответами на ваши вопросы спасибо до свидания уважаемые собеседники напоминаю вам что у нас существует запасной канал уцелеть 90 я об этом напоминаю связи с тем что мы берем длительную творческую паузу но у нас накоплено достаточно материалов в основном это интервью средством массовой информации там начиная от ленты ру и рентв и заканчивая осторожно собчак которые мы не выкладывали на основном канале потому что в общем то по большому счету журналисты задают примерно одни и те же вопросы и вот эти беседы они в какой-то степени дублируют друг друга но если кто-то особенно по нам соскучится пожалуйста заходите нас на на резервный канал ссылка под видео всех благ